Добрый день, меня зовут Вакуленко Марина, я эксперт ВЭД, бизнес-консультант. Сегодня будем обсуждать очень важную тему, как выглядит документооборот ВЭД с вашим внешним контрагентом и какие новые внутренние российские контрагенты появляются у нового участника ВЭД. Сегодняшняя лекция посвящена очень важной теме документооборот внешнеэкономической деятельности. Сегодня будем говорить о вопросах и обсуждать содержание документов ВЭД, требования к их содержанию и последствия от возникновения тех ситуаций, когда эти документы составлены вами некорректно. Каким ошибкам, каким убыткам могут привести неверно или неполностью оформленные документы участника ВЭД или экспортера. Итак, напомню, что основная проблема, которая подстерегает участника ВЭД на импорте и экспорте, и в особенности начинающих участников ВЭД, начинающих экспортеров, это, конечно, многочисленные риски. Риски недостижения результата или той задачи, которая была поставлена в ходе исполнения экспортной поставки или начала экспортной деятельности на предприятии. Разные риски по-разному влияют на эффективность сделки экспортной. И очень важную часть в этой проблеме, в этом вопросе занимает, конечно, качество и содержание документа оборота. Не случайно административные риски, выделенные в данном слайде, видите, мной отдельным цветом, потому что административные риски как раз и содержат все те самые проблемы, связанные со взаимодействием с регуляторами, с возникновением санкций со стороны регуляторов. Это очень большая доля проблем, которые возникают в жизни начинающего экспортера. И поговорим сегодня об этом в первую очередь. Ну и кроме того, еще и о всех других рисках, как они могут быть учтены, как можно минимизировать вероятность их наступления или уменьшить последствия от возникновения тех рисков, которых до конца исключить не получается, если вы правильно заполняете свои документы. Итак, напомню, что к новым зонам ответственности участника ВЭД или начинающего экспортера относится появление самых разных вопросов из большого количества профессиональных компетенций. И юридическое право, и таможенное право, и налоговый учет, бухгалтерский учет. Появляются новые контрагенты внутри Российской Федерации, с которыми до того, как вы работали во внутренней торговле, у вас взаимоотношений не было, и документа оборота такого, соответственно, не было. Поэтому как выглядит документ оборот, какое количество документов совершенно необходимо, а какие могут быть дополнены в зависимости от вашей ситуации, вашей модели сделки или вашей номенклатуры товарной, нужно разбираться, конечно, подробно всегда в приложении к интересу и к ориентиру на товарную номенклатуру, с которой вы работаете. Если говорить о стандартах, то как бы не выглядела ваша модель экспортной поставки или модели внешней торговой деятельности, то есть кто является основным участником и экспортером, торговая компания, производственная компания, кто выступает вашим покупателем, нерезидентом, это может быть конечный покупатель, это может быть какой-то участник этой цепочки поставки в лице дилера, дистрибьютора, агента, представителя или какого-то другого статуса юридического лица, каким образом выглядят ваши взаимоотношения с транспортным оператором или с транспортно-логистическим оператором, как выглядят ваши взаимоотношения с таможенной службой. Вот все эти вопросы понадобится задать себе прежде всего для того, чтобы сформировать правильный, корректный документооборот. Итак, глобально все многообразие документооборота можно поделить на две группы. Документы с внешними контрагентами и внутренними контрагентами. Когда мы говорим про эти две группы, есть предубеждение или стереотипы начинающих экспортеров о том, что важно, конечно, с внешними контрагентами выстроить правильное отношение, внутренние тут все понятно, особенно особого внимания уделять эта зона документов не требует, это не совсем так. Не случайно две эти группы видов документов совершенно равноценны, они на одной плоскости, на одном уровне, и то, и другое требует вашего серьезнейшего внимания. Итак, начнем с документооборота, который возникает в связи с взаимоотношениями с вашим иностранным визави, с вашим покупателем-нерезидентом. Кто такой нерезидент? Не путать, пожалуйста, с героями остросюжетных фильмов резидент-нерезидент, да, ничего общего с разведкой, со шпионством этот термин не имеет. Нерезидент – это юридическое лицо, которое осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством, установленным в юрисдикции данного государства. Нерезидент – это юрлицо, которое живет и работает по законам другой страны, другого государства. Поэтому нерезидент для нас с вами – это ваш иностранный контрагент, ваш иностранный участник сделки. Иностранные компании, безусловно, могут выглядеть совершенно по-разному. Юридических форм, правовых форм и критериев классификации иностранных компаний существует достаточно много. Для того, чтобы у вас сформировалось понимание и общий кругозор в этом вопросе, я несколько наиболее основных приведу вам в пример с точки зрения, по каким критериям происходит классификация иностранных контрагентов или иностранных компаний. Во-первых, по цели деятельности – коммерческие и некоммерческие. Коммерческие абсолютно регулируются коммерческим правом, частным правом, торговым правом. Некоммерческие – значит, это государственные, возможно, службы или органы. Это могут быть представители дипломатических каких-то организаций. Если это нестандартная история, то есть некоммерческая организация, тогда нужно еще более внимательно изучать на основании каких документов, каких положений, правоустанавливающих данное юрлицо осуществляет свою деятельность. Обратите внимание, если ваш контрагент – это коммерческая компания, неважно, это общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество, это стандартная история. Если ваш контрагент – это некий фонд, это некая группа компаний, это государственная какая-то некоммерческая организация, значит, будьте любезны, обратите внимание, прочитайте внимательно правила работы с такого рода организациями. Возможно, есть дополнительные ограничения, существуют какие-то списки compliance правил и требований в отношении вас, с которыми вы должны быть априори ознакомлены перед началом работы с таким контрагентом. По форме собственности компания делится на государственные, государственно-частные и частные. Государственно-частное партнерство – достаточно распространенная форма или форма собственности в зарубежных контрагентах, каких-то специальных, наверное, для вас ограничений это иметь не должно. Однако, еще раз повторюсь, что если это частная компания, достаточно простая и стандартная схема взаимодействия, если это государственно-частное партнерство или государственная организация, значит, нужно максимум внимания уделить этому вопросу. По составу учредителей могут быть в числе учредителей вашего контрагента как юридические лица, так и физические лица, так и разные комбинации этих видов лиц, но никаких специальных ограничений тоже это не несет, кроме того, как единственное обстоятельство, юрлицо, учредителями которых является большое количество физических или юридических лиц более бюрократизировано с точки зрения необходимости выполнения определенных регламентов внесения изменений, подписания документов, арбитражного разбирательства и так далее. По виду хозяйственной деятельности компании мы делим на промышленные, торговые и посреднические, по названию очевидно. Промышленные – это производственные компании, фабрики, заводы, большие или маленькие. Торговые компании, как правило, сами ничего не производят, они выполняют торговые функции, ну и посреднические – это либо услуги, либо торговые организации на каких-то условиях помогают одним найти других. Никакого, скажем, ругательного иносказательного смысла в том, что это посредническая организация вовсе нет. Посредническая деятельность спокойно регулируется юридическим правом большинства стран мира, поэтому абсолютно все спокойно, вопрос только в налогообложении, в том, как себе видит та или другая страна, государство, деятельность такого рода компаний, и как регулируется налоговая нагрузка на эти компании. Ничего другого, какого-то специального в этом нет. С точки зрения принадлежности компании к юрисдикции, они могут быть смешанные, могут быть национальные, могут быть интернациональные, тоже это только для того, чтобы вы просто владели информацией, что мир иностранных юридических лиц очень обширен. Но все то, что я назвала прежде, и по форме собственности, и по виду собственности, и по национальной принадлежности, это все-таки информация для общего развития. Что является принципиально важным, и какие критерии мы с вами должны учитывать, когда мы говорим про выбор контрагента, про начало деятельности в связи с поставками товаров, когда мы с вами знакомимся с новым своим контрагентом, иностранным контрагентом. Нас с вами должен интересовать правовой статус этой компании, и мы должны очень четко понимать, на основании каких документов работает данная компания, кто является учредителем, и кто несет ответственность за деятельность этой компании, кто имеет право подписи документов международных, в том числе вот того самого внешнеторгового контракта, который вам предстоит подписать с данным юридическим лицом, какими документами предоставлено такое право данному должностному лицу. И здесь обратите внимание, еще один стереотип, который очень широко распространен, считается, что представители юрисдикции одних стран, это всегда очень надежные, честные люди, и поэтому можно не проверять абсолютно их документы, потому что если с вами вступил в переписку или в какие-то обсуждения коммерческих вопросов, например, резидента благополучной страны, Федеративной Республики Германии, например, Швейцарии, еще каких-то стран более-менее развитых, продвинутых и так далее, то, значит, все спокойно, можно не интересоваться теми самыми вопросами, которые я только что обозначила. А вот если юрисдикцию в Восточной Азии, может быть, Африка, может быть, Латинская Америка, то вот там можно ждать каких-то подвохов, и вот там нужно смотреть более внимательно. Этот стереотип неверен, и я бы хотела, чтобы вы запомнили в начале деятельности, в начале входа, правильного входа во внешнеэкономическую деятельность, всегда контрагент, с которым вы начинаете взаимоотношения, вы должны с ним знакомиться и рассматривать это юридическое лицо как организацию, с которой, возможно, вам предстоит встретиться в арбитражном суде. Это звучит, может быть, как-то либо напрягает, либо это звучит как-то странно, с неким предубеждением, но я вас уверяю, если вы с этой точки зрения будете оценивать все, что вам пишут, предлагают, обосновывают, аргументируют, тогда вот как раз шансов встретиться в международном арбитражном суде у вас будет гораздо меньше, чем нежели вы будете полагать и полагаться на добрую волю вашего контрагента, что, конечно, может быть, но этого может и не случиться. Значит, вашего контрагента мы всегда внимательно изучаем. Каким образом изучаем? Стандартный пакет документов, обмен которыми является нормой в международной торговле во внешнеторговом деле, это должно быть законом. То есть познакомились, начали общение, обсуждаете коммерческие вопросы и сразу запрашиваем основные правоустанавливающие документы. Бизнес-лицензию, возможно, выписку из торгового реестра, выписку из торгово-промышленной палаты. Я чуть позже расскажу, как в разных странах по-разному можно определить и выяснить добросовестность контрагента, навести про него справки. Значит, эти документы мы запрашиваем. Интересуемся должностное лицо, которое с вами ведет переписку, которое будет указано во внешнеторговом контракте, на основании каких документов дано такое право этому человеку, этой должности, как правильно зовут этого человека, чтобы вы абсолютно точно понимали, кто перед вами, насколько легитимен этот человек и эта должность, на которой он находится, и какими документами, соответственно, это право ему дано. Ничего личного, смотрим только на те вопросы, которые могут угрожать вашему бизнесу или наоборот сделать вашу сделку и ваше сотрудничество безопасным. Если говорить о правовых формах иностранных компаний, то глобально, очень так вот в простом виде, можно их уложить буквально в пять форм. Это те наиболее часто встречающиеся правовые формы, которые, безусловно, в разных странах мира называются по-разному, но принцип и логика видов контрагентов, я сейчас коротко ее расскажу. По крайней мере, о тех, которые наиболее часто встречаются во внешнеторговом обороте, во внешнеторговых сделках российских экспортеров и которые, скорее всего, с большой долей вероятности встретятся и на вашем жизненном пути вашей экспортной деятельности. Первое. Индивидуальный предприниматель. ИП. Этот статус есть и в Российской Федерации. В некоторых странах мира под понятием индивидуальный предприниматель кроется целая линейка разного вида и разного статуса правовых форм, которые так или иначе относятся к пониманию, к понятию индивидуальный предприниматель. В одной Германии, например, их не менее шести разных. Что значит разных? Это значит, что индивидуальный предприниматель имеет разную ответственность, разные права и разные обязательства в связи с разной правовой формой, так как она описана. Какие плюсы и минусы, если вы встретили и начинаете диалог с контрагентом правовая форма юридического лица, которого имеет отношение к индивидуальному предпринимателю? На самом деле никакого запрета с точки зрения, чтобы стать контрагентом и участником внешней торговой сделки в большинстве стран мира индивидуальный предприниматель не имеет. Так же, как в Российской Федерации. ИП абсолютно спокойно может стать участником ВЭД, регистрироваться в таможне, проводить экспортные и импортные операции, никаких ограничений специальных дополнительных в отношении него государство не делает. Так же и в других странах. Но обратите внимание, если вы ИП с российской стороны, статус экспортера, индивидуальный предприниматель, то это может послужить отрицательным таким фактором с точки зрения получения и формирования понимания, что ваша компания собой представляет со стороны вашего контрагента. К примеру, в Германии индивидуальный предприниматель – это вполне себе широко распространенная правовая форма юридического лица, но предполагается, что индивидуальный предприниматель – это все-таки какой-то небольшой бизнес. Как правило, это какая-то работа, это какие-то действия, которые осуществляются этим человеком вручную. То есть, грубо говоря, ИП, Einzelunternehmen в Германии – это сапожник, например, который в течение дня может изготовить две пары обуви или отремонтировать восемь пар обуви, например, своими руками, или у него есть еще пара каких-то помощников, например. Или это булочник, который один раз в сутки выпекает какое-то количество булочек, которые доступны его оборудованию, все, что в его распоряжении продает, и завтра делает новые булочки, торты, пирожные, что угодно. Это все-таки небольшой бизнес, связанный с каким-то ручным трудом или каким-то приложением конкретного человека к этому труду. Товарищество и командитное товарищество. Две разные немножко формы отличающиеся. У нас понятия командитное товарищество нет, но в европейских странах, например, очень широко распространено. Как правило, это, если приводить аналогии с нашими вековыми уже, более века назад, это товарищество на вере, это объединение нескольких, например, купцов, как это было раньше в революционной, дореволюционной России. Но командитное товарищество тоже активно сейчас используется. Это объединение, как правило, может быть физических и юридических лиц, когда они договариваются на каких-то долях, каким образом они входят в этот бизнес и каким образом распределяется ответственность за результаты этой деятельности. Среди видов товарищества правовых форм есть очень интересные и странные. Они, как правило, относятся к юрисдикциям офшорным, LP, LLP и прочее. Это товарищество, которое в принципе крайне сложно привлечь к ответственности. Поэтому обратите внимание, если ваш контрагент товарищества, смотрите на правоустанавливающие документы. Кто те самые физлица или юридические лица, которые составили это товарищество, и как вы будете в случае наступления какой-то форс-мажорной ситуации или страхового случая, как вы будете добиваться защиты своих коммерческих интересов. Запрашиваем полный пакет документов, из которых у вас должно создаться впечатление, кто физически будет отвечать за действия вот этого товарищества, которое подписывает с вами внешний торговый контракт. Общество с ограниченной ответственностью. Это наиболее распространенная правовая форма, аналог плюс-минус похожий, который есть практически в любой стране мира. Они очень по-разному называются на языках мира, но по сути это та самая правовая форма, которая предполагает уставный капитал с разного рода суммами в уставном капитале. Ответственность ограничена этим уставным капиталом, ограничена очень четко, и поэтому это юрлицо можно призвать к ответственности. Как правило, это всегда персонал в штате, как правило, это какие-то активы, безусловно, это основные средства в виде оборудования, в том числе производственного. Поэтому ООО или ГМБХ или СРЛ или любые другие формы вот такого вида юрлица вопросов, как правило, не вызывают. И акционерное общество – это более серьезная организация с повышенными требованиями публикации своей отчетности, дивидендов, прибылей, расходов. Как правило, акционеры в таких компаниях имеют право на дивиденды, эта информация публикуется, как правило, товары или услуги или сами акции этой компании торгуются на международных биржах, поэтому АГ – это, конечно, высокого уровня юрлицо. Проблем, наверное, с взысканием какой-то задолженности вряд ли возникнет технически, потому что точно у компании есть активы. Но у такой компании, как правило, серьезные юристы, поэтому арбитражное разбирательство будет более серьезным, более, наверное, длительным, а значит, более дорогим. Поэтому это как оборотная сторона медали вот такого рода компании. Хочу еще сказать, чтобы вы понимали, например, статус ГМБХ или статус общества с ограниченной ответственностью и статус акционерного общества в разных странах не идентичен. Например, по видам ответственности, по размерам ответственности австрийская АГ, акция НГЗЛШ, примерно сопоставима с германским ГМБХ. Поэтому АГ не везде великая компания, настолько великая, чтобы вам было страшно с такой компанией подписывать экспортный контракт. Вот основные правовые формы, про которые нужно помнить. Если вы встретились с какой-то иной правовой формой, которая для вас абсолютно неизвестна и непонятна, не значит, что надо ее бояться, значит, нужно запросить исчерпывающий пакет документов, перевести, посмотреть, изучить и разобраться. Какие там плюсы, минусы и чего можно ожидать от такого рода контрагента. На пути цепочки поставки товаров на стороне иностранного резидента может выступать как конечный покупатель, так и несколько видов помощников. Основные виды посредников, которые встают в цепочки поставок, их три. Агент, дистрибьютор и дилер. Очень важно, чтобы вы понимали, чем отличаются все эти люди, чем отличается их статус, чем они заняты, за что несут ответственность, чем плюсы и минусы. Первый вид помощника или посредника – это агент. Агентская деятельность активно используется и распространена как бизнес. В некоторых отраслях или сферах экономики исключительно агентские виды взаимоотношений используются. Например, самый простой – это фэшн-продукция, когда производитель какой-то торговой марки одежды, например, не открывает в каждой стране мира и официальное представительство работает с агентами. Агент – это некий шоурум, который в стране или в регионе стран, в макрорегионе стран берет коллекцию, например, этого производителя, вывешивает у себя в шоуруме как образцы, собирает заказы, предлагает эту продукцию разного рода покупателям, собирает эти заказы, размещает к производителю и в зависимости от суммы размещенных заказов получает свое агентское вознаграждение. Размеры вознаграждения отличаются для разных видов промышленности, для разных видов номенклатуры, от 5 до 25 процентов. Это нормальная деятельность, потому что так работать достаточно просто, менее затратно для держателя, например, торговой марки. Это не только одежда касается, это могут быть и некоторые виды оборудования, и запчасти. Агентская деятельность удобная для производителя, но нужно понимать, что если вы нашли агента, то агент – это только посредник, он найдет для вас заказы, он найдет для вас покупателей, получит свое агентское вознаграждение, и эта организация, причем агент может быть как физлицом, так и юрлицом, не участвует в ценообразовании, не занимается помощью, вопросами организации физических поставок, его задача – найти заказы и получить за это свое вознаграждение. Дистрибьютор – это совершенно другая история, и такой посредник или такое юридическое лицо осуществляет огромный функционал. У дистрибьютора, как правило, уже есть некая сбытовая сеть, уже есть покупатели, и когда дистрибьютор берет в свою линейку товаров, которыми он занимается, еще какие-то новые товары, например, ваши, вот он продает, к примеру, печенье, батончики, какие-то сладости в своей стране и еще на территории, например, двух или трех соседних стран, и увеличивает свою линейку товаров вашими новыми уникальными товарами, которых пока у него нет. Это означает, что вы избавлены от необходимости искать конечного покупателя, потому что дистрибьютор уже знает, кто будет покупать эту продукцию. Вы избавлены от необходимости лично своими руками заниматься глубоким маркетингом на чужой территории, не домашней территории. Вы избавлены от необходимости проводить полевые маркетинговые исследования, собирать инсайт от потребителя и так далее. Вы избавлены от необходимости даже в некоторых случаях проводить постпродажное обслуживание, потому что если мы говорим про промышленное оборудование, например, или высокотехнологичное оборудование, или продукцию, то дистрибьютор, как правило, и эти функции на своей территории также исполняет. То есть мечта, а не помощник. Он делает все, у него уже все есть, и поэтому задача только доказать ему, что ваши продукты достойны оказаться в его продуктовой линейке и договориться о сбытии. Что является минусом в работе с дистрибьютором? Очевидно, что поскольку эта организация будет делать огромный функционал, и вы, по сути, только производите товар и отгружаете на тех условиях, как вы договорились, дистрибьютор будет принимать участие в ценообразовании, и он будет большую часть маржинальной прибыли забирать себе, обосновывая тем, что он делает огромное количество мероприятий и усилий по продвижению вашего товара в своей домашней среде. Это значит, что работа с дистрибьютором облегчает вход на рынок той или другой страны, но уменьшает ваши шансы маржинальной прибыли в сравнении с той историей, если бы вы продавали конечному потребителю. Вот так выглядит главный минус, почему не каждая компания, не каждый экспортер готов или хочет начинать работать с дистрибьютором. Из плюсов еще, это даже не плюс, наверное, это как факт, что в некоторых странах или в некоторых нишах, в некоторых товарных номенклатурах, к сожалению, вход на рынок другой страны, минуя дистрибьютора, фактически закрыт, исключен. То есть настолько уже конечники сферы потребления и розничной продажи, настолько все охвачены действием дистрибьюторов, что войти как-то, минуя их, будет достаточно обременительно. Ну и чтобы вас немножечко тоже приободрить, чтобы не было предубеждения в отношении дистрибьютора, что это какие-то хищники, которые забирают все деньги, соответственно, которые могли бы остаться у вас на предприятии, хочу привести еще один практический пример, как выглядит поставка того или другого товара, например, доска брезная, пиломатериала 4407. Если мы говорили бы с конечным потребителем, например, юрисдикции Италии, если мы говорили бы с дистрибьютором Италии, который занимается поставками этого вида товарной номенклатуры для нескольких конечников, что говорит всегда конечный покупатель? Например, глава мебельного производства, которому нужна доска и который теоретически готов рассмотреть вашу продукцию, купить ее. Он всегда говорит, я вообще никак не буду заниматься ни таможней, ни транспортной логистикой, меня интересует, чтобы твой товар оказался у меня на складе, у меня в порту, ну максимум, что я может быть здесь с таможенным брокером, местным оператором договорюсь, чтобы он за меня импортное таможенное оформление выполнил, но все остальное – это не мои вопросы, это, пожалуйста, сам все организуй. И даже цена на товар меня интересует не всей своего завода в России, меня интересует цена товара СИФ Бари в Порту Бари в Италии, или CIP Милан, или DIP Милан, потому что мне важно понимать, сколько будет стоить твоя продукция, вот практически у меня на складе. Вот как говорит обычно покупатель. И условия оплаты. Как правило, в 95% случаев конечный потребитель, в данном случае мебельная фабрика, будет настаивать на том, что оплату поставленного товара она будет проводить по факту этого товарополучения после подписания акта приемки-передачи, после проверки качества в месте назначения. Это означает, что для экспортера возникает вопрос оборотка, стоимость средств и риск получения этой самой оплаты. Как меняется история, если ту же самую обрезную доску, например, продавать или вести переговоры с дистрибьютором того же региона, той же Италии. Дистрибьютор скажет, что, ты знаешь, не проблема, дай мне две цены, и все из своего завода, и, например, СИФ Бари, Порт Бари, ну, к примеру, или там, CIP Милан. Я сам посмотрю, как будет выглядеть логистика, я сам могу организовать транспортную логистику у тебя с завода, я готов, например, до 50% стоимости товара произвести в виде предоплаты, и вторую половину только по факту приемки качества продукции. То есть в данном смысле, в начале пути, в начале экспортной деятельности получается, что работа с дистрибьютором – это единственно возможный вариант, как с точки зрения сбыта, потому что он знает, кому он продаст вашу доску, так, с точки зрения организации поставки, вам не нужно будет этими вопросами заниматься самостоятельно, так и получением предоплаты, что тоже немаловажно, а в некоторых случаях является критически важным фактором. Таким образом, обратите внимание, дистрибьютор – это понятие, конечно, собирательное, дистрибьюторы бывают полного цикла, вот так, как я описала, с огромным функционалом, либо выполняющим только какие-то определенные функции. Как себя обезопасить во взаимоотношениях с таким вот опытным, большим игроком? Безусловно, пониманием того, что если вы отдаете товар с минимальной маржинальной прибылью, значит, вы должны проговорить и согласовать встречные условия в отношении этого дистрибьютора. Эта цена, о которой вы договариваетесь, должна быть доступна и легитимна только при условии, что он покупает у вас определенный объем товара. То есть вы отдаете товар по такой цене при условии, что ваш дистрибьютор выкупает энное количество кубических метров этой продукции. Тогда все встает на свои места, тогда появляется или возвращается экономический смысл, целесообразность такого рода сделки. То есть продать две машины 90 кубических метров доски с маржинальной прибылью пол-евро – это не бизнес. А вот продать, например, 2000 кубических метров за полгода даже по такой цене – это абсолютно другая история. Вот таким образом нужно смотреть всегда на то, что вам предлагается, и сравнивать с тем, что для вас является критическим. Получить предоплату, получить избыт, получить прибыль или что-то иное. Скажу еще, что дистрибьютор может работать на территории одной страны, нескольких стран или блока стран. Например, есть дистрибьюторы на территории только Эстонии, только Литвы, есть те, кто, например, во всех странах Балтии, есть покрупнее Скандинавия плюс Балтия и так далее. Ну и третий участник или вид посредника – дилер, как правило. Вот, кстати, в английском очень часто и как бы такой очень жесткой границы между дистрибьютором и дилером, собственно, и нет. И тот, и другой – это, по сути, распространитель или посредник, торговец. Дилер, как правило, это дистрибьютор более мелкий, на более узкой территории или с ограниченным количеством товаров. Дилеры, как правило, используются понятия для промышленного сегмента, для оборудования, дилер обычно занимается организацией постпродажного обслуживания, рекламацией, ремонтов, технического обслуживания. Поэтому, по сути, термины очень похожи, просто дистрибьютор более собирательный, более часто распространенный термин. В зависимости от того, какого рода посредник появился в вашей торговой товарной цепочке поставок, канал сбыта может выглядеть по-разному. Что такое канал сбыта? Это как раз совокупность тех компаний или участников сделки, которые составляют единую цепочку от вашего завода до конечного потребителя. Есть несколько разных критериев оценки канала сбыта. Критериев оценки. Оценивают длину канала, ширину канала, структуру канала, уровень. Как раз в зависимости от того, кто каким образом и какого статуса, и какого рода организации в этом принимают участие. Я не думаю, что речь дойдет у вас при подготовке экспортной сделки до расчета каких-то формул длины и ширины канала. Есть у нас студенты, которые говорят, давайте объем, посчитаем что-то на что-то умножим. Речь совершенно не об этом. У вас должно быть понимание в разговоре с посредником, которым может быть и дистрибьютор, и агент, и дилер, что он предлагает вам в виде канала сбыта. Что вас должно интересовать, даже не длина канала, а ширина, насколько сегодня у этой организации готовая сбытовая сеть. Ведь это принципиально. Я вначале сказала, что начать сбыт, начать продажи, начать знакомить рынок целевой стороны с вашим товаром, без дистрибьютора будет крайне сложно. И поэтому вот это и должно вас интересовать в первую очередь. В зависимости от того, какой товар, как выглядят все эти участники цепочки поставок, канал сбыта может выглядеть вот так по-разному. То есть длинная распространенная цепочка. Сначала большой дистрибьютор, например, на весь блок Восточной Европы. Потом будет некий дилер, например, в конкретной стране, в Словакии, к примеру, или в Чехии. Потом будет какой-то распределительный центр, оптовик, который в своей стране еще имеет сеть из пяти, например, магазинов. И потом будет конечник. Вот в зависимости от того, как выглядит глубина структуры этого канала, и будет зависеть, о каких объемах сбыта вы можете и должны договариваться с вашим дистрибьютором. Есть разная практика начала работы с дистрибьюторами. Иногда они просят, к примеру, сразу начать с контрактного производства, потому что уверены, что выход с новой частной маркой, с вашей торговой маркой на новый рынок удачу не принесет. Либо этот вход требует огромных маркетинговых вложений инвестиций, которым, например, вы не готовы как экспортер, и он пока не готов, потому что не понимает, как рынок отреагирует на этот продукт. Поэтому иногда дистрибьютор сразу предлагает производство товара под своей частной маркой, как раз получить обратную связь инсайт, как по качеству, по стабильности качества ваши товары отличаются. И если все в порядке, тогда уже переходить, собственно, и к приобретению ваших товаров под вашей маркой. Вот основные параметры ваших иностранных контрагентов, которые, на мой взгляд, вы точно должны знать. Теперь следующая очень важная составляющая этой подготовительной работы – внешний торговый контракт. Это документ, который отличается большой нелюбовью наших участников, нелюбовью и невнимательностью. Наши начинающие экспортеры считают, что достаточно в интернете найти где-то на каком-то ресурсе, скачать шаблон двуязычный какого-то контракта, поменять там название действующих лиц, поменять один город или страну на другой город или страну, и вот тебе готовый контракт. Не знаю, почему так сложилось исторически, но это в корне неверно. И на самом деле внешний торговый контракт, обратите внимание, если вы уделите ему достаточно времени и подготовите правильно, то этот документ может и должен стать серьезным защитником ваших коммерческих интересов и во взаимоотношениях с вашим контрагентом, и во взаимоотношении с нашими регуляторами, и во взаимоотношениях с судебной системой, с арбитражной системой той страны, с которой вы теперь начинаете работу. Если говорить глобально, внешний торговый контракт, его содержание, требования к его содержанию регламентируется сразу несколькими документами или нормами международного права. Ну, прежде всего, основной документ – это Венская конвенция ООН 1980 года о международном договоре купли-продажи, основные требования понимания, как работает этот документ, изложенный в данной конвенции. Есть ссылки на этот документ в нашем Гражданском кодексе Российской Федерации. Есть, вернее, были в далеком 1996 году рекомендации одного из наших министерств тогдашних, рекомендации по содержанию, по заполнению, но они остались с рекомендациями, это вам тоже справочно, что такой документ есть. На самом деле, к, собственно, коммерческим аспектам там мало чего-то можно применить, но так посмотреть, полюбопытствовать, если будете изучать подробнее, можно. Инкотермс, справочник торговых терминов, активно сосуществует с понятием внешнеторгового контракта, и есть даже определены приоритеты, что является преимущественным в понимании, в транслировании, в интерпретации условий контракта, контракт или инкотермс. Поэтому к этому вопросу еще вернемся, когда будем говорить о транспорте. Ну и еще внешнеторговый контракт неминуемо имеет взаимосвязь с национальными документами, с национальным правом. Например, привела пример только по одной стране, в Германии, АГБ, Allgemeine Geschäftsbeddingen, это коммерческие условия, организации всегда, например, данной юрисдикции, большинство европейских стран описывают свои правила работы. То есть это открытый документ, который всегда выкладывается на сайте, в открытых источниках, в котором написана вся миссия, концепция и подход этой организации к ведению коммерческой деятельности, в том числе международной. В нем написано, что за компания, где находится, кто управляет, какие правила оплаты, какие санкции применяются, что для них важно, как с ними взаимодействовать и так далее, и так далее. Почему я включила сюда этот пункт, хотя это часть национального права? Если вы начинаете работать с иностранным контрагентом, поинтересуетесь, нет ли каких-то такого рода документов вашего контрагента. Обратите внимание, в некоторых странах мира существует мера ответственности к иностранным контрагентам, к нерезидентам данной страны, если они нарушили какие-то правила этой страны. То есть, грубо говоря, если вы нарушили право, национальное право коммерческое Германии, Федеративной Республики Германии, к вам может прийти судебное разбирательство, иск, даже несмотря на то, что вы резидент Российской Федерации. Обратите внимание, внимательнейшим образом необходимо относиться к тому, какие документы вы читаете, что вы пишете в коммерческой переписке, с чем вы соглашаетесь и что вы акцептуете. На самом деле, вот в этой истории с инвойсом, который в почте принят и подтвержден, акцептован, это есть и сделка. Поэтому, да, платить можно позже, но сделка считается совершившейся. И немецкий вот этот вот контрагент, с которым велась переписка, абсолютно правильно поступил, потому что как только акцептован его счет, инвойс на продукцию, он внес его в свою бухгалтерскую систему месяца данного текущего, до 10-го числа следующего месяца они уже отчитываются, и система налогообложения и учета по НДС, например, в Германии, выглядит таким образом не как у нас от реализации, а от появления и включения инвойса в этот самый перечень. То есть он выполнил абсолютно все процедуры, предписанные его правилами его страны, но вот наш участник ВЭД, который поставил все галочки и сказал, да, конечно, куплю, и тут же выкинул этот инвойс в корзину, абсолютно не предполагал, что да, к нему могут быть применены такого рода санкции. Будьте, пожалуйста, внимательны и аккуратны. Если вы вступаете в взаимоотношения с другим государством, то как минимум нужно отдавать себе отчет, что за каждым вашим действием могут последовать какие-то последствия. Что вы должны знать абсолютно точно, не будучи юристом, не будучи специалистом-экспертом, все-таки с точки зрения содержания внешнеторгового контракта. Но на самом деле все условия контрактные делятся на две большие группы, существенные или обязательные, и дополнительные условия контрактные. Теперь, что есть обязательные и что есть дополнительные, и на что нужно обратить внимание, когда вы читаете шаблон, который нашли где-то в интернете, или вам по дружбе кто-то прислал, или те, которыми вы сейчас пользуетесь на вашем предприятии. Итак, к существенным условиям внешнеторгового контракта относятся следующие. Во-первых, преамбула, стороны. В контракте во внешнеторговом, в экспортном, обе стороны должны быть поименованы предельно понятно. Должность, имя, на основании какого документа этот человек имеет право подписи документов, почему он здесь фигурирует в качестве подписанта, это очень важно. Точное название со всеми буковками, означающими правовую форму вашего контрагента, необходимо обязательно прописать. Если оценить в статистике из всех контрактов внешнеторговых, которых мне, например, и моим сотрудникам приходилось за всю историю работы компании оценивать, смотреть, проводить экспертизу и аудит, то больше 90% в преамбуле про иностранного контрагента написано, что, например, какой-то Петер Хан, я не знаю, директор на основании устава. И на мой первый вопрос, вы видели устав, ну где тот устав, на основании которого этот немец, вот сейчас вы говорите, подписывает этот контракт? Ну и говорит, ну нет, наверное, это везде так. Нет, конечно, устав – это наша российская история, а в разных странах мира абсолютно разные документы могут давать право подписи. Это тоже нужно понимать, не ориентируясь на стереотипы, как это в нашей стране происходит. Более того, если вы думаете, что, например, юрисдикции германоговорящих стран, Германия, Австрия, Швейцария, подписывает контракт всегда Гейшефтсфюрер или какой-то президент, то вы ошибаетесь. В общем, не царское это дело, как правило, подписывать договоры поставки, как правило, право подписи внешнеторгового договора поставки, кто подписывает покупки от иностранного нерезидента, подписывает. Байер, отдел закупок, может быть, директор по каким-то там экспортным-импортным поставкам и даже, может быть, вообще прокурист. Прокурист – это, собственно, юрист, да, это человек, который изучил все правовые аспекты договора, сотнес там со всеми внутренними корпоративными правилами, законодательством действующим и сказал, да, все нормально, можно подписывать. Поэтому совершенно неожиданно может быть должность подписанта. Не это главное. Главное – понимать, на каком основании. И есть некоторые страны, некоторые юрисдиции, где, например, право подписи международного договора дано трудовым контрактам официальным сотруднику. То есть вот до тех пор, пока он работает в должности, например, директора по международным закупкам, он в рамках действия этого трудового контракта имеет право подписи. Ничего страшного или странного в этом нет. Просто нужно тогда убедиться и запросить скан-копию этого документа, убедиться, что этот контракт еще действует. Вот такая должна быть логика, да? То есть проверяем, задаем вопросы, сравниваем, не стесняемся запрашивать бизнес-лицензию, смотреть, как написано имя, фамилия этого человека, сравнить с тем, что у вас написано в контракте. Далее предмет контракта. Пишем подробно и понятно, что является предметом контракта. Какая номенклатура товаров общим видом, да, не ограничиваясь только, например, какие-то, там, не знаю, что, платья, да? Завтра не платья, а еще что-то отшили, юбки какие-то, и вот уже контракт недействительный. То есть пишем четко и понятно, какие товарные группы или какие номенклатуры могут быть предметом контракта. И обязательно указываем, что это купля-продажа, поставка с переходом права собственности. То есть владелец у этих товаров поменяется после исполнения сделки. Дальше, сумма контракта. Есть мнение, что это писать совершенно не обязательно, но наши банки, в общем-то, это условие контрактное просят, и я вот говорю, просят, почему обоснованно, на мой взгляд, да, что все-таки, смотрите, в нашем законодательстве внутреннем о валютном регулировании, валютном контроле есть несколько пороговых сумм, которые четко обозначены, от которых начинается, например, необходимость проведения определенных процедур в банке. Например, если сумма вашего экспортного контракта не превышает 6 миллионов рублей, то тогда процедура постановки на учет контракта в отделе валютного контроля банка не является необходимой. А если сумма контракта превышает 6 миллионов рублей или любой другой валюты в эквиваленте этой суммы, тогда необходимо поставить контракт на учет и получить УНК, уникальный номер контракта. Так вот, если банк не видит, какая там у вас сумма контракта, как можно понять, нужно проводить процедуру или нет? Никаких проблем, чтобы эту сумму контракта прописать, теоретически какую-то высокую, например, никаких проблем нет. Обратите внимание, импортный это контракт или экспортный. Если вы заключили контракт на миллион евро или на 10 миллионов евро, тем более, что если контракт рамочный, рамочным контрактом называют тот, что действует несколько даже лет, то есть он как бы рамочные базовые условия определяет, а все-таки на каждую поставку часть условий может отличаться. Поэтому стандартной формулировкой является такая. Да, наш контракт на 2 миллиона евро, но общая сумма контракта сложится, исходя из сумм всех стоимости отправок, всех партий, которые были в рамках действия данного контракта. Никаких проблем. Если вы на 2 миллиона евро товаров не отправили, не отгрузили, никто вас за это не накажет. Нет санкций по отношению к вам, что вы этого критерия почему-то не выполнили, не достигли. В любой момент две стороны сделки могут заключить соглашение о расторжении контракта в силу наступления каких-то объективных причин. Да, это ваше только право продолжать работать или расторгнуть этот контракт. Еще такой вопрос, достаточно важный, на мой взгляд. Если вы в экспортном контракте написали сумму более 6 миллионов рублей и поставили его на учет, то банковская ведомость валютного контроля будет формироваться одна на весь контракт. Это очень удобно отследить, сколько было поставок, сколько было приходов денег. Это очень удобно. Банки уже достаточно давно самостоятельно ведут этот документ. Похож он, наоборот, на сальдовую ведомость. Что отгрузили, сколько денег получили, какие проблемы, где какая задержка. Это очень удобно. Это облегчает жизнь вашего бухгалтера. Далее. Базисное условие инкотермс. Инкотермс – это очень важный документ. Он содержит стандартные правила по взаимодействию продавца и покупателя во внешней торговой сделке. Отвечает на вопрос, в какой момент времени, в каком согласованном месте риски утраты товара и расходы, связанные с доставкой товара, переходят от продавца к покупателю. Справочник инкотермс – документ, который издается, выпускается Международной торговой палатой. В настоящее время действует актуальная редакция, которая вступила в силу 1 января 2020 года. Если вы не в курсе, не знаете, как выглядят условия поставки инкотермса, не знаете содержание редакции, это большая проблема. Я вам настоятельно рекомендую этим вопросом озадачиться и содержание инкотермса изучить. Скажу, что внешний торговый контракт, в котором не указаны условия поставки инкотермс, это ошибка. Наши регуляторы, например, с отсутствующим термином инкотермс, документы, например, на импорте даже в работу не принимают в оформление, потому что правильно исчислить налоговую базу для расчета таможенных платежей, например, невозможно и некорректно. Инкотермс – это большой документ, например, немецкая версия 196 страниц содержит, редакция, если нет в контракте ссылки на термин инкотермс, тогда нужно очень много чего прописывать дополнительно, чтобы было понятно, каким образом будут формироваться ваши взаимоотношения, кто за что отвечает, до какого момента, до какой точки географической, до возникновения какого обстоятельства, это очень утомительно. Термин инкотермс выбирать нужно осмысленно, осознанно, ориентируясь на комментарии, на рекомендации, это очень важно. Далее, условия оплаты, условия поставки. Безусловно, не может быть полноценного контракта, если из контракта не очевидно, каким образом будут выполняться условия оплаты и поставки, и как эти условия взаимосвязаны. Не случайно я их вместе называю. По какой логике, в течение какого времени должна проходить оплата поставленного товара, и как выглядит поставка. Чем более подробно вы в контракте напишите все ваши действия во взаимоотношениях с вашим контрагентом, тем меньше шансов потом оказаться с ним в арбитражном суде. Что значит подробно? Это значит, что если вы договорились, что в рамках рамочного внешнеторгово-экспортного контракта вы в рамках этого контракта за три года должны поставить, не знаю, там, миллион единиц какой-то продукции. Значит, естественно, этот миллион единиц единовременно не может быть отгружен, он гружается частями. Значит, как-то вы договорились о взаимодействии. Например, ваш покупатель присылает вам заявку или заказ. Какой формы этот заказ? Просто в письме или, может быть, какой-то бланк. Если это бланк, тогда внесите его дополнительным соглашением или приложением, неотъемлемой частью контракта. В этом заказе должно быть точно поименовано, что конкретно из числа всего многообразия вот этого миллиона единиц вы должны отгрузить в ближайшие партии. Вы проверяете, получив заказ, наличие этой продукции, вы согласовываете цену, если у вас нет согласованного прайс-листа и извещаете вашего контрагента о готовности данное количество в таком содержании, в таком качестве, в такой цене ему отгрузить. Обменялись этими информационными сообщениями, вы начинаете готовить эту партию и, собственно, осуществляете эту поставку. Вроде ничего страшного, ничего странного, так в жизни обычно и бывает. Но если вы в контракте это описываете и ваша коммерческая переписка подтверждает, что именно так вы и действовали, как добросовестный участник сделки, то доказать свою правоту и взыскать, например, какие-то штрафы за нарушение условий вашего контрагента будет гораздо проще. Сразу поясню, термин коммерческой переписки, разной степени готовности и опытности участники ВЭД совершенно разное понятие вкладывают в этот термин. Коммерческой перепиской достаточно долгое время считалось, с точки зрения как раз арбитров международных арбитражных комиссий, что это переписка, которая ведется с какого-то одного адреса электронной почты и второго, то есть один адрес в одной компании, другой в другой компании. Вот вся почта, которая отправлена с корпоративного этого прописанного в контракте легализованного легитимного адреса почты и считалась коммерческой перепиской. Примерно года полтора назад практика немножко поменялась, и сейчас под коммерческой перепиской принимается в принципе отправленная информация с любого адреса почты. Если, например, у вас есть какой-то адрес почты у сотрудника, который ведет коммуникации, какой-то префикс с фамилией домен.ру, например, и домен.ком, а еще он может писать с какого-то mail.ru или gmail.com, или какой-то личной почты, потому что где-то оказался не в офисе, у него нет доступа, например, к корпоративной почте. Раньше эта переписка не принималась во внимание, вот такого рода сообщения, сейчас принимается во внимание. С любого адреса почты можно переписываться, но сейчас акцент делается в качестве коммерческой переписки на том, чтобы эта переписка носила характер хронологической. То есть, если из переписки становится понятным контекст, что вы обсуждали, то есть неважно с какого адреса почты, но вам задан вопрос. Ты можешь, у тебя есть, отгрузить вот такое количество. Вы осмысленно говорите, да, 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 но вот у меня в такой позиции вот так, а здесь у меня вот так. То есть цепочка писем должна возникать. Если есть цепочка писем, то тогда ее легко идентифицировать как одна история, осмысленный диалог, и поэтому все, что вы пишете в этой цепочке писем, условия предоплаты, например, как-то по-другому, другая цена, другие какие-то критерии, это все принимается абсолютно точно во внимание арбитражным судом. Она просто распечатывается, переводится, апостелируется, заверяется и отправляется для рассмотрения. Это очень важно. Естественно, коммерческая переписка ваша будет отличной, если вы все-таки приучите сотрудников, которые принимают участие в коммуникациях, писать не с домашней почты личной, с какими-то странными названиями, выдернутыми из контекста, а придерживаться вот этой логики цепочки и желательно, конечно, корпоративной почты, и еще желательно, тем не менее, все-таки в контракте адреса почты сразу прописать. И еще обратите внимание, если вы посмотрите на почту сотрудников, которые только в начале пути, вы увидите огромное количество таких писем. Например, письмо, исходящее от вас. Да, подтверждаю, точка. Ни вложения, ни что подтверждаю, к чему это письмо, что вы подтвердили, когда такое письмо отправили, абсолютно непонятно. Если даже вы не можете иногда, ну просто мы видим, мы смотрим с клиентом, они приносят эти свои все переписки. Что вы здесь подтвердили? Конечно, не помнит человек, как может арбитр международной арбитражной комиссии понять, что вы в этот момент подтвердили. Если у вас непонятно, к чему это относится. Обратите внимание, коммуникации, коммерческая переписка это важный инструмент защиты ваших коммерческих интересов. Не ленитесь делать это сами, проверять, приучать себя к этому и приучать сотрудников, которые в этом, так сказать, работают на этой стороне функционала. Далее, что еще? Санкции. Если вы посмотрите, погуглите какие-то юридические книги, учебники, посмотрите, что на самом деле во многих источниках санкции, как пункт условий контракта, к обязательным или существенным некоторые юристы не относят. Но в Российской Федерации абсолютно точно санкции это неотъемлемая часть контракта, это существенные условия контракта. Если у вас нет санкций, вам такой договор, возможно, не поставят на учет в отделе валютного контроля банка и таможне, такой договор тоже с большим подозрением будет смотреть. Почему? Что такое санкции? Санкции – это прописанные меры воздействия в виде штрафов, пений, наказаний за нарушение обязательств вашей второй стороны. Например, он должен оплатить в течение 10 дней от даты какого-то документа возникновения, но не оплатил, и поэтому, начиная с 11 дня, он получает штрафные санкции в размере 0,1% за каждый день просрочки, например. А если он на 14 дней просрочил оплату от той даты, которая в таком-то пункте поименована, то тогда в геометрической прогрессе еще больше возникают и начинаются штрафные санкции. Вот о чем это. Это меры мотивации воздействия на вашего контрагента, если он нарушает свои обязательства. Логика российских регуляторов заключается в следующем. Если в контракте этот пункт как условия отсутствует, то это предполагает, что у вас какая-то сделка, извините, по любви. Вы будете дружить, и вы будете отгружать товар, и вам когда-то обязательно, как честный человек или как честная компания, вам ваш контрагент заплатит. Государство контролирует внешнеэкономическую деятельность, не может не контролировать, потому что это очень важный вопрос. Это наш внутренний рынок, это выход и вход валюты и валютных средств на счета в Российской Федерации. Поэтому убеждение государственных регуляторов, что сделки по любви быть не может, если мы говорим о зоне ВЭД. Если вы не фиктивную или притворную сделку пытаетесь реализовать, а у вас настоящая коммерческая история, значит, вы должны переживать и заботиться, что будет происходить, если все-таки ваш контрагент оказался нерадивым, недобросовестным, и он нарушает какие-то обязательства. Точно так же санкции будет просить ваш контрагент в отношении вас. Если вы получили предоплату, аванс, например, и по какой-то причине так и не отгрузили товар, хотя должны были, значит, встречные санкции должны появиться в ваш счет. Это абсолютно нормальная практика. И чем более понятно и прозрачно написаны санкции, тем больше шансов, что на самом деле даже наличие таких пунктов в контракте дисциплинирует иногда вашего контрагента. Он понимает, что вы, в общем, продвинутый, да, участник внешнеторгового дела, и вы понимаете, что вы, вы понимаете, как вы будете бороться за свои коммерческие интересы. Далее, арбитраж и применимое право. Это тоже пункт, который просто копируется откуда-то, где пришлось, где нашли. Пишут любой арбитраж, чего только не пишут. Ну, хорошо, если арбитраж при Московский Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате города Москвы Российской Федерации. Да, хорошо, если так. Но пишут что угодно, все, что нашли в интернете. Не понимая, что место арбитража тоже накладывает определенную логику рассмотрения сбора, определенные перспективы и даже определенную стоимость. Это все нужно смотреть в комплексе. Если ваш контрагент, например, согласится с международным правом, применимым правом арбитражем в Москве, хорошо, но не все соглашаются, потому что не все понятно, как у нас это работает. Потом нормы международного права российской могут отличаться от норм права многих других стран. Плюс это русский язык, не всем понятно, не очень понятно, как будет реализовано, если вдруг какие-то проблемы. Поэтому большая часть контрагентов говорит, нет, давай какой-то другой будем выбирать. И, например, предлагает какую-то альтернативу. Безусловно, в мире внешнеторговая практика сделок, поставок работает очень давно. Представьте, что Международная торговая палата первую редакцию инкотермс, как раз тех самых терминов договоренности, как продавец и покупатель организуют поставку товара. Первая версия появилась в 1936 году. Это означает, что к этому времени уже была накоплена огромная база и опыт реализации этих сделок, и можно было уже их начинать как-то группировать, классифицировать, структурировать. Какие юрисдикции арбитражные пользуются, скажем, объективно доверием? Стокгольмская комиссия, к примеру, потому что с советских еще времен огромное количество сделок внешнеторговых еще тогдашнего Советского Союза там проводилось. Эта юрисдикция отличается объективностью, арбитры, как правило, многоязычные, есть даже русскоязычные, там есть ускоренная процедура рассмотрения спорта, значит, вы сэкономите деньги, если достаточно простая ситуация. Есть признанные юрисдикции в Юго-Восточной Азии, это Шанхайская или Пекинская комиссия, Пекинская арбитражная комиссия, в Китае есть, в Гонконге, в Сингапуре, в Швейцарии и так далее. Много юрисдикций, нужно смотреть, с чем согласен ваш контрагент и какое применимое право вы выбираете. Применимое право тоже разное может быть, общепринятое известное английское право, прецедентное, есть германское право или среднеевропейское право, континентальное, там, где по регламентам заведомо заранее понятна логика принятия решений, и есть российское международное право. В любом случае это вопрос диалога. Как бы вы не договорились с вашим контрагентом, обратите внимание, я ни разу не сказала, что это плохо, это хорошо, туда идите, туда не идите. Надо договариваться, нужно смотреть, исходя из того, что представляется наиболее предпочтительным для вашего вида товара, номенклатуры, географии. Арбитражное разбирательство это всегда дорого, долго и дорого. Вот исходя из этого и обратите внимание, как это будет. Если говорить про международное российское право, международное право, с лета 2019 года нам разрешено использовать для внешнеторгового контракта для разных условий разные нормы права. То есть для каких-то пунктов контракта российское международное право, для каких-то других другое. Может быть, это вам когда-то поможет найти компромисс с вашим несговорчивым контрагентом, который будет наставить на каком-то праве или на каком-то месте арбитражного рассмотрения спора. Обратите внимание, что это официально теперь разрешено делать. Итак, арбитраж и применимое право это серьезно. Это, в общем-то, предпосылки, хорошие перспективы судебные, и если ваш договор окажется арбитрабельным, то тогда, конечно, ваши интересы коммерческие будут защищены, и вы восстановите свои убытки. Ну и адреса, реквизиты, подпись. Казалось бы, чего проще, однако же и в этом многострадальном пункте в контракте почти всегда находятся ошибки. В банковские реквизиты вписывают рублевый счет, хотя по контракту написано, что это евровый контракт, например, пишут неправильно свои банковские реквизиты. Обратите внимание, знаете ли вы, как правильно, в каком формате должны быть указаны банковские реквизиты валютные вашей организации. Валютное платежное поручение, которое унифицировано, который будет заполнять ваш контрагент, чтобы отправить вам оплату, столкнется с тем, что ему понадобится, например, адрес вашего банка, а в большинстве контрактов, от которых я, например, вижу, этого нет. Нужно точное, правильное название вашей организации, латиницей, так как он будет у себя набирать. Значит, посмотрите, как у вас это название когда-то при открытии счета вы в банк подавали, есть у вас в уставе английское название или нет. То есть абсолютно вы должны помнить, что в банковских реквизитах не совпадение названия, каких-то букв правовой формы, кавычки, буквы маленькие, большие, не тот номер счета, неправильно свифт указали, биг зачем-то пишут, это совершенно из разных сфер, так сказать, понятия, категории, неправильные сами цифры счета, пишут платеж в евро, а реквизиты в долларах. К чему все это приводит? К тому, что вы стоимость товара, валютную выручку своевременно не получите. И значит, любые движения, возвраты денег туда-обратно, повторно, с какими-то пояснениями, это всегда деньги. Банк за любые операции, связанные со внешнеторговыми перемещениями финансов, всегда берет комиссии. Поэтому, если вы один раз в контракте правильно написали реквизиты, и вот ваш контрагент допустил ошибку техническую какую-то, может быть, когда набирал эти все сведения, вот, а вы все правильно указали, то это вам что дает право сказать? Извини, дружище, но все комиссии банка теперь платишь ты, потому что ты неправильно набрал мои реквизиты. Если вы их некорректно написали как-то откуда-то эклектикой, кусочек из российского счета, это что-то оттуда, адрес банка вообще, значит, даже не указали, то тогда правомерным будет претензия в ваш адрес от вашего контрагента, что извини, ты так написал реквизиты, что я не смог тебе прислать своевременно стоимость товара. И помимо существенных условий контракта, без которых контракта не может быть, его не примут в работу, да, регуляторы, есть еще и целый ряд дополнительных условий, которые большинство участников начинающих в силу отсутствия опыта считают, что так как они дополнительные, можно, в общем, время не тратить и не писать никаких подробностей. Я вам сейчас некоторые приведу в пример критически важные условия, чтобы вы для себя поняли, почему эти дополнительные условия не означают необязательные. Это означает, что они могут быть более подробными или могут отсутствовать в связи с тем, что ваша товарная номенклатура не предполагает возникновение вот таких вот мероприятий, но то, что они точно в контракте должны быть, однозначно сомнений у экспертов, у специалистов не вызывает. Итак, сдача приемка товара, например. Хорошо, если ваш товар – это какие-то небольшие единицы, это картонные коробки, которые стричпленкой на поддоне, на полете, да, это автоматизированная погрузка, проблем не возникает, перевозчик-экспедитор привез 10 грузовых мест, 10 грузовых мест сдано, все в порядке. Ну, как бы особо что-то писать, наверное, нет смысла, потому что, как правило, международное транспортное право, конвенции, которые регулируют, или правила, которые регулируют перевозки тем или другим видом транспорта, и так отвечают на вопрос, что делать, если что-то пошло не так. На этом достаточно. Но, если у вас сложное оборудование, если это технологическая линия, которая транспортируется в разобранном виде, сдача приемка этого товара – это не момент, когда на пандус склада вашего покупателя будет выгружен поддон с этими коробочками. Акт приемки передачи, например, технологической линии или оборудования заполняется, когда линия доставлена, выгружена, смонтирована, запущена, протестирована, и первые образцы, которые вышли с конвейера этой линии, соотнесены с эталонными образцами, с моделями по качеству, по критериям, и они полностью совпадают с заявленными. Вот только в этот момент подписывается акт приема передачи или сдача приемки оборудования. А это значит, что до этого момента пройдет достаточно много времени. Это значит, что туда собрать вашу линию должна поехать какая-то бригада. Эта бригада где-то должна, эти люди должны где-то жить, их надо где-то заселить, их надо кормить. Нужно прописать, как долго и как быстро они будут это собирать, как сравнивать образцы, которые вышли тестовые, с эталонными образцами. Это целая большая глава контракта, как все будет происходить. Если вы ничего такого не написали, я, конечно, сомневаюсь, что так получится, потому что адекватный ваш контрагент скажет, а где этот пункт, давай, пожалуйста, все будем договариваться. Но если не будет настаивать и вы этого не опишите, то все эти расходы, которые будут каждый день возникать, это все ваши непредвиденные расходы, которые потом, извините, всю вашу прибыль от сделки превратят в убыток. То есть это очень важно. Далее. Акт приемка передачи или сдача приемка товара для, например, изделий или видов товарной номенклатуры, которые требуют четкой проверки по качеству. И как раз рядом следующий пункт качества, обратите внимание, возьмем опять эту очень показательную доска, да, обрезная. Когда ее отгружали со склада российского производителя, договаривались, что габариты будет, длина, ширина у этой доски, например, там 22 миллиметра толщина, 25 будет ширина и 4000 длина и влажность 16 процентов, что не будет острого обзола, не будет синевы, не будет остатков коры, не будет сучков выпадающих, вот все хорошо. Товар пришел к покупателю, он открыл эти пачки с доской и обнаружил синеву, острый обзол и так далее. Так вот, обратите внимание, если в контракте, в самом тексте контракта или в приложениях неотъемлемой части контракта нет четких технических условий, что считать нормой, тогда вы попадаете в заложники ситуации, насколько аппетиты будут у вашего контрагента, обратите внимание, он еще, скорее всего, полноценную, стопроцентную оплату товара вам не сделал, какой соблазн для него теперь какое-то количество товара сказать, это некачественный товар, я за него платить не буду, вот хочешь забираю, хочешь он у меня останется. Это слезки, многократно уже выплаканные нашими экспортерами, которые не делали акцента на этом вопросе. В обязательном порядке нужно прописывать, как будет проходить приемка-передача, что считать качеством, какие стандарты. И здесь тоже отдельно хочу пояснить, обратите внимание, поскольку Российская Федерация, как член страны Евразийского экономического союза, всегда третья страна по отношению к любой другой стране за пределами ЕС, наши стандарты очень сильно отличаются. Поэтому, например, то, что в Российской Федерации регламентируется неким ГОСТом, к которому привыкли, ГОСТ-Р, вовсе не означает, что этот ГОСТ кому-то известен где-то за пределами таможенной территории Российской Федерации. И поэтому, когда в контракте, вот я вижу, например, или спецификация, доска первый-третий сорт, мне всегда вопрос, первый-третий сорт по какому стандарту был определен? По нашему ГОСТ или по, не знаю, например, там, по скандинавской системе описания пиломатериалов, потому что у нас не совпадают сорта, мы по-разному их понимаем. И поэтому ситуация, когда отправитель, экспортер думал, что первый сорт это вот такая доска, отгрузил, а покупатель под названием первый сорт совершенно другой себе товар представлял. Вот вам и конфликт, да, что проделан путь, оплатили фракт, товар пришел, и он не принят, и теперь надо его обратно отправлять, да еще и денег за него нет, или вновь какую-то замену. В общем, огромная проблема вследствие того, что качество как стандарт, как соответствие по параметрам не были прописаны. Не стесняйтесь в контракте, в приложении к контракту прописывать скрупулезно каждый параметр, на котором вы хотите настаивать, чтобы, во-первых, быть уверенным, что вы отгружаете то, что от вас ждут, во-вторых, чтобы исключить возможность возникновения неправомерного поведения вашего контрагента, который вот по таким основаниям может от всей партии отказаться и сказать, она вообще вся бракована, я ничего тебе платить не буду, и доставка домой груза будет настолько дорогой для вас, что вы смиритесь с тем, что ладно, бросим там, оставим. Вот к чему приводит нарушение или отсутствие этого четко прописанного пункта в контракте для некоторых видов товарной номенклатуры. Для оборудования промышленного это может быть все, что угодно. Параметры электромагнитного излучения, точность показания прибора, например, для, не знаю, там, дикоросов, каких-то грибов, ягод, содержание цезия, цезия, радиологическая безопасность, не более чем, что должно содержаться. Вот такого рода сведения невозможно в какую-то единую, унифицированную систему привести, она всегда имеет отношение и привязку к конкретному товару. Вы свой товар знаете, поэтому вы должны это все четко в контракте и прописать. Далее, упаковка, маркировка. Ну, казалось бы, тоже простой вопрос, но маркировка, например, иногда это требование очень жесткое, товар уже должен прибыть на таможенную территорию вашей страны, покупателя, экспортера, промаркированным. Что писать, что маркировать, надо согласовать и написать в контракте. Какие сведения должны находиться на каждом грузовом месте или на каждой первичной упаковке товара. Это очень важно, потому что при отсутствии, например, определенного рода маркировки с содержанием регламентированным товар не может поступить для свободного распределения в стране, в которую он прибыл. И логично и дешевле эту маркировку сразу наносить у вас на предприятие. Упаковка. Тоже очень сложный вопрос, сложный, потому что не уделяется ему достаточного внимания, на мой взгляд. Каждый экспортер, каждый производитель безусловно знает, какого вида упаковка достаточно для отправки груза в международном отношении. Картонная коробка, может быть, надо ящик обрешетку сделать, может быть, надо пленкой усилить, может быть, еще как-то, может быть, какие-то дополнительные усилия усилить пленочками, перехватывающими какими-то и так далее. Но есть всегда необходимая минимальная упаковка и есть более серьезная упаковка. Есть четкие регламенты, какие виды товарной номенклатуры, как должны упаковываться. Если вы знаете, что картонной коробки достаточно, отлично, никаких проблем нет. Если вы можете погрузить и упаковать в коробку или в ящик, мотивация производителя какая? Ну, конечно, дешевле. Зачем на ящик тратиться, если можно в коробку? Обратите внимание, если в контракте вы этого не прописали, не согласовали, что вы будете в коробку отгружать, но вы не будете нести ответственности, если эта коробка не будет какой-то достаточной, что-то там произойдет с товаром. Значит, тогда, если даже в оплату этой партии товара получите, то реноме, репутацию и надежды на долгосрочное сотрудничество можно будет забыть, что тоже не есть правильно. Упаковку необходимо согласовывать с вашим конечным покупателем. Следующий пункт – гарантии, возврат, обмен. Это прям больная тема, потому что в большинстве контрактов, ну как это, в шаблонах в интернете, ну что написано? Если выяснится, что часть товара некачественная, например, да, какое-то количество отбраковывается, ну никаких проблем, там в течение 10 дней продавец, то есть вы, экспортер, новые эти позиции отправит. И вот здесь море вопросов возникает. А что значит отправить 10 единиц? А вы посчитали логистику, сколько будет 10 единиц отправить? И кто? И за чей счет? Вы посчитали все таможенные оформления, как это будет? Вы посчитали целесообразность сертификата, например, да, фитосанитарного на три доски? Вы, например, помните о том, что ваш товар, если он еще, не дай бог, контролируемый, и для отправки любого количества продукции необходимо получить либо лицензию в стек, либо идентификационное заключение в стек. Как вы все это будете делать для 10 каких-то единиц? То есть я к тому, что в контракте обычно пишут какие-то шаблонные фразы, за которыми нет понимания, что будем делать? Что будем делать? Возвращать назад или уничтожать там на месте, досылать вновь или согласовывать, сколько стоил этот бракованный товар и тогда получать кредитноту, то есть на размер этой суммы вы сделаете скидку, тогда это надо прописать в контракте и на следующую поставку, чтобы было понятно, почему такая цена возникла, вследствие чего. То есть обратите внимание, это пункт, который длинный, он большой, там нужно все прописать, что будем делать, если будет вот так, а если так, а если количество брака там всего 5%, ну норм, а если 15%, а если еще что-то, потому что по некоторым видам товаров есть даже общепринятые обычаи торговли по грибам, например, свежим грибам или замороженным, процент червивости, четко ограничен 3%, 5% и 15%. То есть пороговые показатели, после наступления которых партия отбраковывается полностью либо только частично и так далее. Поэтому про ваш товар, пожалуйста, пропишите и договоритесь, как вы будете поступать, за чей счет будут отгружаться эти позиции, вместо рекламационных, как это оформить, как убедиться в том, что вас не пытаются ввести в заблуждение и рассказывают о том, что у вас половина партии пришла бракованная. Значит, вы не можете просто по слову доверять и моментально пытаться немедленно отгружать какие-то дополнительные товары. Если там обнаружен брак, а вы уверены, что как-то очень много или такого быть не должно, было бы, но не уверены до конца, значит, тогда прописываем в контракте, как выглядит документ оборот этой истории, акт рекламации, кто присутствовал, что зафиксировали, фотосъемку, пожалуйста, видеосъемку, пожалуйста, как все это было, какое количество. Возвращать назад или нет? Давайте посмотрим, сколько стоит утилизация там или по какой-то остаточной стоимости, например, как брак, в внешней упаковке продать или все-таки возвращать, или какие-то комплектующие дослать, например, отремонтировать там на месте. Огромное количество вопросов. Вот видите, я просто вам накидываю, и эти все вопросы нужно четко описать. Вот тогда не будет, во-первых, большого соблазна попытаться вам рассказывать о том, что у вас там много брака, а во-вторых, вы будете уверены, что если даже это произошло, то вы четко будете понимать, в каких изделиях, какой брак, и у себя на производстве пойдете тут же выяснять, ребят, как вы это могли такое отгрузить, когда с таким превышением количество, как бы сказать, некачественной продукции и так далее. Что еще? Содержание отгрузочных документов. В общем-то, несложный же вопрос, составить инвойс, двуязычный сделать, упаковочный лист, спецификация составить, тем более, что каких-то жестких стандартов, унифицированных бланков, которые надо было бы использовать всем, нет, есть только общие требования к содержанию, я бы хотела сакцентировать ваше внимание, возможно, вы этого не знаете. Дело в том, что конвенции, международное транспортное право, которое регулирует международные перевозки разными видами транспорта, практически без исключения выдвигает ответственность грузоотправителя, в данном случае, когда вы экспортер, продавец, грузоотправитель, если в НКТРМС две стороны именуются продавец и покупатель, то в транспортном международном праве грузоотправитель и грузополучатель. Так вот, ответственность грузоотправителя за качество содержания отгрузочных или товаросопроводительных документов выглядит следующим образом. Вот на примере конвенции дорожной перевозки груза вам приведу пример КДПГ. Если вследствие допущенных ошибок неясности двусмысленности в отгрузочных или товаросопроводительных документах в процессе экспортного оформления или импортного таможенного оформления другой стороной были, у другой стороны возникли проблемы, да, то грузоотправитель несет ответственность за эту историю в размере, сопоставимой со стоимостью груза. Можете себе представить? Это не просто 100 евро там вычесть откуда-то из следующей поставки. В стоимости самого груза, который вы отгрузили, настолько важно, чтобы ваши документы были корректными. Что значит корректными? Значит, нужно их содержание в обязательном порядке, на мой взгляд, согласовывать с вашим покупателем. Есть понятие драфт, драфт или черновик или проект, как угодно, в контрактах разные слова используются, в последнее время уже даже слово драфт всем понятно, то есть вы заполнили документы, отправляете вашему контрагенту, даете ему там какое-то количество часов или максимум один день на проверку, и если он подтвердил да, все правильно, можешь отправлять, машину или можешь товар на СВХ в аэропорту отдавать, значит, тогда все будет хорошо, и если проблемы выяснились после этого письменного подтверждения, то это не ваша головная боль, это значит, там недосмотрели люди, и тогда вы, конечно, будете помогать решать эту проблему, но уже вашими силами, но не за ваш счет. Обратите внимание, это в корне меняет эту историю, да, и подход. Что дальше? форс-мажор, понятно, безусловно, описываем обычно, да, какие истории могут выступать форс-мажором, разрешительные документы, тоже очень важно, потому что нужно понимать, какие документы вы должны отправить с грузом. если, скажем, документы нетарифного права, касающиеся товаров растительного происхождения, животного происхождения, фитосанитарные, ветеринарные сертификаты, радиационной безопасности и так далее, это достаточно уже понятно, мы с вами об этом тем более говорили, да, вы обязаны, и таможенная служба не выпустит свободное обращение экспортных груз, если вы эти документы не предоставили, но смотрите, сертификат происхождения, например, а это документ, который однозначно отвечает на вопрос, какая страна, то есть юрисдиция какой государства является страной происхождения, и это не просто справочная информация, что товар сделан Российской Федерацией, от этого признака зависит наличие или отсутствие преференциальных или заградительных условий импорта в стране экспортера, например, для одного и того же товара, аналогичного, страны происхождения Германии и страны происхождения Российской Федерации в какой-то стране, например Африки может быть преференциальный режим или отсутствует преференциальный режим. В Иран, например, один и тот же товар отгруженный из Германии, из Германии вообще как бы эмбарго сложно, по теоретически вам в качестве примера, или из Российской Федерации будут разные преференциальные режимы для того, чтобы воспользовался ваш покупатель. Что такое преференциальный режим? Это льготный режим, это какие-то послабления, какие-то льготы, чтобы ваш импортер мог воспользоваться этими льготами и цена вашего товара на внутреннем рынке той страны была бы та, про которую вы планировали, чтобы ее можно было сбывать, успешно продавать и зарабатывать, необходим сертификат происхождения. Если вы этого не проговорили, не договорились и не приложили к документам, то тогда эту преференцию ваш покупатель потеряет. Сертификат происхождения выпускается в торгово-промышленной палатке, предоставляется, ничего в этом сложного, запредельного нет, нужно просто делать его своевременно. И еще, чтобы понимали, почему так важно, почему к стране происхождения привязаны эти преференции, например, это же инструмент влияния, конечно, если одно государство мира заинтересовано дружить с каким-то другим государством, то тогда ему предоставляются преференции, в то время как для всех остальных какие-то стандартные условия. И наоборот, если против продукции страной происхождения одной не хочется давать помогать проникновению этих товаров на свой внутренний рынок, выставляется заградительная пошлина какая-то масштабная 25%, 35%, которая делает нерентабельным, невозможным продажу этого товара, он совершенно неконкурентным становится, и поэтому тогда в общем нет товара, нет проблемы, никто его туда и не повезет. Вы видели все, наверное, слышали, были участниками год назад так называемых торговых войн между Китаем и Соединенными Штатами Америки, когда как раз вот эти пошлины заградительные так или иначе вводились, потом отменялись, потом еще раз вводились и так далее. Вообще страной происхождения считается та страна, в которой товар приобрел свои окончательные признаки как товара данной категории, четырех цифр кода ТНВЭТ. Ну и транспортные условия, еще один пункт, это, конечно, тоже важно, потому что о чем, что здесь важно? Вид транспорта выбирайте вместе, согласовывайтесь, здесь нет ничего странного или непонятного, вопрос только в том, что, обратите внимание, что будет, если транспортные условия как-то нарушаются, например, простое возникли, задержки в оформлении, кто будет за это платить? Вот таким образом обратите внимание, насколько, видите, про каждый пункт внешнеторгового контракта получился рассказ, из которого следует абсолютно точно, что без этих нюансов крайне затруднительно найти потом, кто прав, кто виноват, и по доброму методам переговоров договориться о том, как эта сделка будет продолжена дальше. Что по отгрузочным документам, их несколько видов, несколько групп, делятся они на коммерческие транспортные таможенные, я уже вскользь об этом говорила, коммерческие документы, это инвойс, упаковочный лист, спецификация, все, что имеет отношение к поставке, может быть, технические условия какие-то, транспортные, это товарно-транспортная накладная международная, которая абсолютно точно возникает в документообороте, ну и таможенные, это все, что необходимо для таможни, включая таможенную декларацию. Обратите внимание, в отгрузочных документах во внешнеторговом деле используется несколько разных, если вы думаете, что инвойс это всегда только банковские реквизиты и стоимость товара, кто кому за что платит, то вы должны знать, что, например, инвойсов во внешнеторговом деле используется два понятия, коммерческий инвойс и отгрузочный инвойс. Коммерческий инвойс это действительно сколько стоит товар и куда заплатить, кто кому платит и в каком количестве. Но вот этот документ должен стать и может стать отгрузочным, то есть двигаться вместе с товаром только если, посмотрите, красным добавила, он содержит дополнительные условия, а именно термин поставки по НКТермс, обязательно таможенные коды для импортного оформления и обязательно про НДС. Что про НДС, каким образом, какая ставка и так далее. Вот таким образом, еще раз напоминаю, НКТермс в транспортной части обязательно про него пару слов скажу, хотя, конечно, этот документ требует особого внимательного рассмотрения. Что еще? Пару слов хотела бы сказать уже в завершении, приближаясь к теперь внутри российским реалиям, про внешний торговый контракт, думаю, сказала достаточно, для того, чтобы вас убедить этому документу уделять внимание и со специалистами всегда тщательно готовить, обсуждать и подписывать только ту версию контракта, в которой вы уверены, что ваши интересы соблюдены и защищены. Что касается российских контрагентов, смотрите, у вас могут в зависимости еще раз от вида НКТермс, от термина, вернее, НКТермс, кто отвечает за организацию оплату транспорта, продавец или покупатель, могут возникать такие документы или могут не возникать. Среди ваших контрагентов может оказаться международный перевозчик или экспедитор. Нужно знать разницу и помнить об этом. Если вы заключаете договор о международной перевозке, то он регламентирует исключительно перевозку из точки А в точку Б, из которых одна обязательно находится в другой стране по отношению к первой. Если мы говорим про договор ТЭО, транспортно-экспедиционные услуги, это другая история. И все операции, которые в связи с этой международной перевозкой также экспедитором осуществляются, а это информирование вас о местонахождении груза, и контроль, аудит, экспертиза, внешнеторгового контракта, переупаковка, возможно, маркировка, пересчет какой-то, еще какие-то меры, связанные с самим грузом, подготовка к сертификации, оформление документов для страховой компании и так далее. Вот это все включено в услугу ТЭО, и по ней тоже ставка 0%, как и на международной перевозке. Обратите внимание, по какому договору вы работаете, что вы включаете в эту нулевую ставку. Кстати, содержание услуги ТЭО, транспортной экспедиции, описано прямыми нормами Налогового кодекса Российской Федерации. Статья 164, открываем и смотрим, что включено, что не включено. И договор с вашим контрагентом в лице таможенного представителя это 20% НДС. То есть, видите, с разными контрагентами, в зависимости от того, какая услуга осуществляется, у вас будет разная ставка НДС и разный документ оборот. Мы говорили с вами уже о том, что профессиональные участники рынка ВЭД так или иначе на пути экспортера встречаются. Это как минимум таможенный представитель, это транспортная компания, экспедитор или перевозчик, если, например, в ваши обязанности входят обеспечить транспорт, транспортировку и доставку до вашего покупателя. Поэтому документ оборот будет настолько обширным, насколько и каких опций вы будете, какие опции вы будете использовать. Если вы работаете или начинаете работать пока в зоне Евразийского экономического союза, то, на мой взгляд, может быть договора с таможенным представителем и появление не является какой-то необходимостью на первых шагах, потому что статформа учета перемещения товаров это несложный процесс. На следующей лекции будем подробно об этом говорить. Но вот если вы делаете экспорт в какую-то страну за пределы ЕС, то для начала, для первой поставки взаимодействия с таможенным представителем, на мой взгляд, абсолютно необходимо. Потому что первое, что нужно сделать, это провести качественно классификацию товара, подобрать код ТНВЭД. Это еще одна большая боль, когда начинающий экспортер сам открывает в интернете, набирает там, что-то погуглил 10 минут и нашел себе код, который, как он думает, наилучшим образом соответствует соответственно этому товару. Классификацию товара должен делать профессиональный участник рынка, таможенный декларант, который работает в штате там преда. И он же должен нести ответственность за то, как он это сделал. Именно к коду ТНВЭД привязаны все в последующем и таможенно-тарифные меры ограничений и все выплаты, которые надо будет заплатить в виде таможенных платежей и нет тарифные ограничения. Поэтому ошибка здесь может стоить дорогого. И, конечно, код ТНВЭД нужно будет согласовать с вашим покупателем, как он себе его видит, как он его интерпретирует, о том, какие здесь разночтения могут возникать, будем говорить в следующий раз. Ну, вот основные контрагенты, которые могут возникнуть на вашем пути, с которыми у вас может появиться договор, абсолютно здесь вот на слайде присутствуют. Здесь достаточно вашего юриста посмотреть гражданский кодекс, посмотреть федеральные законы, которые регламентируют деятельность такого рода контрагентов. И в связи с этими документами уже оценить, насколько данный документ отвечает вашим коммерческим интересам. Я бы хотела, чтобы по итогам сегодняшней лекции у вас сформировалось достаточно четкое понимание. Документ оборот – это важно. Важно с точки зрения защиты своих коммерческих интересов, важно для предотвращения появления огромного количества рисков, в том числе финансовых и макроэкономических, в виде разных убытков. И это еще и, так сказать, с точки зрения защиты коммерческих интересов. И это важно, чтобы вы понимали, что налоговые последствия от вашей внешней торговой сделки тоже будут положительные, беспроблемные. Желаю вам всем удачи и успехов, не бояться проблем и находить их решения, и успехов в вашей экспортной деятельности. Субтитры создавал DimaTorzok